Чего ты себя отвлекаешь от главного? Класс! Хотя в каждой такой отвлекалке, там тоже скрыто какое-то вам послание. Урок, да? Ну, может быть урок, может быть это какое-то привлечение внимания. Обратите внимание еще на вот это, на что-то другое, на себя какую-то другую. Вот в этом есть большой смысл. Почему я вам говорила, что зайдите еще в дракона, это не только проверка. Может быть вы в этот момент поймете. Какое послание этот дракон несет? Он что хочет? Это эти обстоятельства, да, или это качество? Он что хочет сказать вам? Здесь позитивное намерение. Может быть позитивное намерение, да. А может быть просто какой-то... В одной из книг Арнольда Милбана Инглова, да, я читала его рассказ о том, как он вступил на путь шаманства и бла-бла-бла. Психотерапевт и так далее, вроде серьезный человек. И потом вдруг ушел. Ушел обучаться у шаманов. Он скресил весь след, он всем занимался, снимал, как говорят, модели со всех, со всех, со всех шаманов. И он рассказывает о том, как это было, почему он вообще этим занялся. У него была успешная практика. Вроде бы все было хорошо. Но к нему стали подходить странные люди. Странные люди стали обращаться к нему на улице. И он начал это немножко, как сейчас говорят, парить. Столько психов вокруг. Они обращались, он начал это замечать. Для него это явилось вот этим зовом, о котором мы говорили. И можно было сказать, да, все это не для меня. Но он сумел в этом услышать вот такое послание. Тебе нужно поменять свою род деятельности. И тут, как у любого героя, он вступил в это путешествие. Как у любого героя, как только он признал, он перестал игнорировать зов, у него сразу же, и решился вступить за свою зону комфорта, у него сразу же появилась эта путеводная звезда. К нему пришел какой-то человек, который дал ему телефон, и сказал, вот, позвони. И там все и образовалось. Он нашел себе ту смелость пойти за своим вот этим зоном. Ну, каждый из вас сам выбирает, когда и куда идти. Это все, что я могу сказать. А такое вот разделение этих состояний и общение с собственным драконом иногда помогает понять, а куда мне, собственно, куда меня все это дойдет. Почему еще у многих из вас было такое состояние? Дракон там маленький, да, такой какой-то стал. Почему? Мы этого и добиваемся. Очень трудно находиться в состоянии, когда мир такой большой, и что-то разумно делать еще при этом. Что там остается делать? Если мир такой большой, такой угрожающий, что он меня мнет, закатывает под асфальт, и все, что от меня остается, это «ву-ву-ву-ву-вы» или «ну, буду биться до последнего». Ладно, буду барахтаться. Это не те стратегии, которые позволяют нам действительно что-то осознать, куда-то продвинуться. Как только мы проходим этот круг, даже в такой игровой манере, мы можем осознать, что наша жизнь – это нечто целое, это нечто большее. Это что-то, в чем мы тоже участвуем. Мы можем считать это как что-то другое, но это то, к чему мы тоже причастны. И мы можем как-то с этим взаимодействовать. Мы становимся больше, мы можем включить этот мир в себя. Понравилось? Угу. Угу. Ну что, вопросов нет? Пользуйтесь на здоровье. Тогда двинемся к следующей очень интересной игре, которая называется «Матрица идентичной». Вы в группах «Матрица». Это «Матрица идентичной». Ваши собственные. Если бы вы стали размышлять о себе, если бы я стала размышлять о себе, то всегда можно ответить себе, вот кто я, кем я всегда была и кем я всегда буду, независимая от чего. Что бы ни происходило на ко мне, как бы он ни вел по отношению ко мне себя, что есть во мне такого, чем я всегда была и всегда буду. Это, возможно, похоже на то состояние, которое я вам предложила в самом начале этого мастер-класса, вот, ощутить свои центры. Да? Это как возвращение ко мне. То, чем я всегда был, всегда буду. Независимо от того, что происходит вокруг. Это то самое убежище, знаете, очень многие люди страдают. Вот, мне не к кому прислониться, никто мне так руки не подаст, не протянет, нету дружеского локтя. А на самом деле, один человек, который весьма уже умудрён годами, мне сказал, ты знаешь, я вот до сих пор ищу этот способ, как можно прислониться к себе. Легко искать поддержку у других, но они не обязаны нам её давать. Более того, чем чаще мы ищем поддержку у других, тем чаще обманываемся, на самом деле. Потому что они, эти другие люди, да, у них свои какие-то ожидания, и они не совпадают с нашими. Вот это умение прислониться к себе и найти свой центр, свое ядро личности, свое ядро, даже не личности, свое ядро существа. Вот это и есть вот эта позиция. Я этим всегда буду, всегда буду. Что бы ни происходило, я есть этот центр. Вторая позиция, это потенциал или возможность. Я могу быть балериной. Ну, уже поздновастенько, но могу, в принципе. Одену пачку, пуанты. Если буду истязать себя, не кушать, не пить, то, возможно, какие-то основные па я смогу совершить. Я буду балериной. И вместо МДК я смогу уступать на сцену. Очень, очень долго придётся трудиться, очень долго, но я могу, если мне очень хочется. Хочу стать и надеюсь, что стану. Я хочу быть кем? Ну, я не знаю, может быть, я хочу быть мудрым человеком. Пока не мудрым, но я хочу быть мудрым, я надеюсь, что я как-то им стану. Вот эта позиция, потенциал, наша возможность. Ограничения. Хочу стать очень полярной звездой, но боюсь. Боюсь, не удастся так просто. То есть, балерина ещё ладно, с потенциалом разобрались. Хочу стать, но боюсь, что никогда не стану. Или я хочу стать Буддой, но я больше никогда не стану. Кто тоже стал местами? Хочу стать, У меня уже не знаю, что я не знаю. Хочу стать, что я не знаю. Будда больше нельзя. Больше нельзя? Ну, Будда в спереди. Колесо это просветлённое, да? Поэтому каждый из нас в какой-то степени надо стать. возвращаться, мой друг, он достал только не я. Чёрт. Очень, кстати, классно, что ты только что это осознала. Ну, я уже не боюсь. Да, конечно. Ну, да. Твоё место всё равно не занято. Я договорилась. Хочу стать, но боюсь, что никогда не стану. Четвёртая позиция это граница. не хочу быть этим и никогда не буду. Я не хочу быть подлецом и никогда не буду. Например. Сволочью. Сволочью тоже быть не хочу и никогда не буду. Здесь есть граница моего мира. Я никогда не стану этим. Мне это не нравится. Изъян или слабость. Пятая позиция. Ну, очень не хочу этим быть, но боюсь, что стану. Это тоже некая возможность, да, потенциальная. но она негативная. Мне очень это не нравится. Но боюсь, всё дело к тому и идёт. Да, это очень неприятная позиция, но она есть. Нужно понять свою слабость, свой изъян. Шестая позиция. Тень. Категорически не хочу этим быть. Но боюсь, что всегда будут. Чувствуете, разница? Да, на счёх лучше, чем спятая. Тут всё очень плохо, на самом деле. Конечно. Никогда, вообще не хочу быть, не знаю кем, убийцей, но боюсь, что я всегда, он и ест. Я ем мясо, ну, например, да, я с вами сейчас так-то говорю, ещё что-то делаю. Не хочу быть. Наступаю на букашек. Наступаю на букашек. Да, в детстве дождевых червяков проверял их на живучесть и растяженность работают. Не хочу быть этим, но боюсь, что я им была, буду и останусь. Вы создаёте такую штуку, вот как с этим драконом, да, допустим, у нас есть листочки. Вы отделяете эти пять позиций. Это ядро, это потенциал, ограничение границ изъян с тень. Здесь очень важно, вот если в предыдущем упражнении вы много, я слышала, некоторые, очень много говорили, это были такие разговоры, ну, вот, мой мозг сейчас думает, да, внутренний диалог запустился, а вот я так скажу, а я вот так скажу, нету осознания. Вот сразу человек становится в позицию и говорит, вот так это будет, вот такая поза, да, например. Так быстро тело не включается. Я убедительно вас прошу, встаньте на эту позицию и почувствуйте то, что в теле вашем возникает, куда это движется. Пусть это будет иррационально, что это, что это. Вам все, что нужно будет сейчас сделать, это найти эти пять символов. Символ, это может быть все, что угодно, например, ядро, да, чем я всегда была, и хочу быть, и всегда буду, чтобы не происходило. Например, я могу сказать, ну, это похоже, это как цветок делаю. Это символ, мне нужно его объяснять, что бы это ни было. Хочу стать и надеюсь, что стану. Например, чем? Ну, вспышкой света. Мне нравится этот символ, он ко мне приходит, для меня это всерьез. неважно, что никто не понимает, вспышкой света, я хочу стать, я надеюсь, что стану. Ограничение. Хочу стать, но боюсь, что никогда не стану. и вы заходите в эту позицию и даете своему телу время для того, чтобы она вам что-то сказала, для того, чтобы этот символ возник. Не в смысле того, что, ой, я очень люблю белые ромашки, буду-ка я белой ромашкой. Нет, это не сюда. Это что-то такое, что идет из глубины вас, что вы не можете объяснить. Символ всегда очень трудно объяснить. Почему? Потому что он всеобъемлющий. Видели вы, мандалы рисуют, да? Что это? Можно написать там, что это? Но это уже есть, оно прекрасно и оно вызывает какие-то эмоции. Вот ваш символ, он должен быть такой, не нужно его объяснять, он просто должен быть. Вы проходите по каждой позиции. Вы находите, даете себе возможность, позволяете себе, осознать этот символ? Что это для меня? Ну, мы должны только символ, или, ну, мы же должны как-то именно конкретно для себя. Конкретно для себя что? Ну, объяснить. Кто мы всегда был и хочу быть. То есть не только символом. Задай себе этот вопрос. Кто я? Кем я всегда была и всегда был? Возможно, будут какие-то воспоминания. Я прошу вас озвучивать, надо конкретно, там, я всегда была. Человеку другому? Нет, в себе. В себе, конечно. У тебя может возникнуть картинка, например, прийти просто в голову. Так я вот водопад, например. И все, и хорошо, я водопад. Не надо объяснять, потому что, когда я была 13 лет, я... я не хочу быть убийцей, вот как ты сказала, это же не символ. Возможно, возможно, работа и с такими вещами. Ну, я не хочу быть убийцей. Это я вам рассказала, что, что кладывается в эту фразу, в объяснялку, да? На этой... Но может только символ пела попавшийся? Или объяснялка для себя должна быть? Вот вам объяснялка для себя только что. Вы себе, вы заходите, вы заходите на это место, и вы понимаете, здесь, вот, вы еще не зашли, это то место, где я, я не хочу быть этим, но я всегда этим буду. Вы заходите и позволяете своему телу дать вам ответ. И все, пришел символ, пришел символ, и вы его озвучили, ваш партнер записал. Только символ. Больше не нужно много слов. Если уж очень не в моготу, и люди просто рвется, ну скажите, что не будет много слов. Вход в каждую, вот эту... У вас есть 6 позиций в итоге и одна метапозиция. Метапозиция, это там, где вы можете обозревать все эти роли. Да? Я здесь 100, все, дата я 10. А здесь я могу на это все смотреть. И я здесь просто наблюдатель. В первый раз, когда вы ходите, вот вы разложили эти листики. В первый раз вы входите сначала, вот очередность указана, да? В ядро я вошла, вот он символ какой-то у меня возник. И я вышла в метапозицию. И могу и из метапозиции рассказать что-то. Могу там рассказать, могу из метапозиции еще оценить. Из той же метапозиции, с позиции наблюдателя. Я вхожу в мои возможности, в мой потенциал. Вот, я вижу, ага, это то место, где я хочу быть и я надеюсь, что я буду. Пошла. Дала возможность своему телу воссоздать этот символ. Могу что-то сказать здесь, могу что-то сказать там. Нужно здесь и там. Опять вышла. И каждый раз вы выходите в метапозицию. Это первый круг. Вы прошли эти 6 символов. У вас получится 6 символов. Ваш партнер обязательно запишет. Первое, Василек. Второе, Серпанулов. Еще что-то, Четверо тут. Хорошо. Хорошо. Вы это сделали. И у вас есть 6 символов. Для чего нам это нужно? Мы сейчас разделим эти состояния, а потом снова соберем. И вы посмотрите, как это изменит вас. Если, очень часто человек вот в этих кризисных ситуациях, когда я не знаю, как мне себя вести, да не знаю, кто я, Господи, где мое место, в конце концов. Я то гоним, то я обижен, то я дерусь, то я бьюсь, то я еще что-то делаю. Я где? Для этого кризиса, для этой ситуации, для этих обстоятельств мне какие нужно быть? И после этого мы интегрируем эти символы. Мы по очереди проходим. Ага, ядро. потенциал. И мы несем, наверное, придется нам делать какую-то короткую демонстрацию, судя по всему. Да, можно. Иди сюда. Мы сделаем очень короткую, я не буду показывать все, потому что долго, я хочу, чтобы вы это успели. Мы сделаем коротенькую. А у нас есть, можем поделиться. Да, поделись, пожалуйста, уже написали. Так. Раскладываем. Где будет свое ядро? Цветов так много здесь вросло. Особенно это фауна. Наверное, это МСДР. Хватает тебе? Давай, темп мы это сделаем, чтобы было понятно. Писать дольше, чем прокатывать. Ядро. Потенциал. Ограничение. Рецепт.